Всем привет! Сегодня посмотрим на мое новое кресло, которое я долго и мучительно выбирал. Я смотрел и на дорогие варианты от DX Racer, и на дешевые, ну или относительно дешевые от AeroCool, но в итоге решил выбрать именно это кресло, на котором я сейчас сижу, это GT Racer X8009. Итак, распаковка и обзор, погнали! Первое, что мне нравится в этом кресле, то, что оно тканевое. Это было первым и основным критерием при выборе этого кресла. У меня был негативный опыт владения креслами из эко-кожи, поэтому тут износоустойчивая моющаяся ткань, не марково-серого цвета. Да, задняя часть кресла все-таки сделана из эко-кожи, но радует хотя бы то, что летом, в жаркие дни, ты не будешь прилипать и потеть, сидя в своем кресле. Наполнитель здесь не сильно пружинистый, довольно жесткий, что тоже очень хорошо, потому как я считаю, что сидеть на слишком мягком кресле вредно для спины. Я сижу на этом кресле уже около двух недель и, учитывая то, что я не маленького роста и довольно много вешу, наполнитель пока никак не продавился. В спинке такой же наполнитель и ребра жесткости поперек. Сам каркас же металлический, крашеный, все швы сварные. И также в основании кресла присутствуют специальные стропы, как в креслах премиального сегмента. Спинка кресла откидывается практически в горизонтальное положение, причем устойчивость кресла при этом не страдает. Также имеется подголовник и довольно большая и приятная поясничная подушка, которую я не использую, просто потому что мне неудобно. Подлокотники у этого кресла широкие, регулируются в трех направлениях, вверх и вниз, вперед и назад, а также вокруг своей оси, что позволяет выставить их так, как удобно. Из минусов – жесткий люфт. Подлокотники болтаются очень сильно и как их затянуть или подтянуть я не нашел. Основание кресла – это алюминиевая пятилучевая крестовина. Колеса довольно большие, прорезиненные и довольно тихие. Я пробовал кататься на этом кресле по ламинату, плитке, линолеуму и каких-то посторонних шумов или неудобств не заметил. Единственное, хотелось бы, чтобы колеса были немного шире, но это не критично. Козлифт здесь 4 класса, выдерживает по заявлениям производителя до 150 кг и это очень хорошо. Механизм качания здесь мультиблок, то есть тут не просто можно включить и выключить качание, а есть возможность зафиксировать сидение в одном из промежуточных положений, если нужно, конечно. Жесткость качания можно отрегулировать специальной ручкой, как и во всех мультиблоках. В целом кресло удобное, большое. Я с ростом 188 см поместился в нем абсолютно комфортно. Мне в нем не тесно и самое главное, не жарко. В отличие от моего прошлого кресла, в этом я могу просидеть хоть целый день. В общем, лично моя оценка это 8 из 10. Один балл я снял за сильно люфтящие подлокотники и второй балл снял за эко-кожу на спинке кресла. Ну, вроде все сказал. Всем спасибо, ссылки все внизу. Всем пока.